Всем привет! Продолжаю записывать быстренько игру в шестую целую, выкладывать на сайт. Надеюсь, первая серия уже там, и вы её смотрите. В принципе, если вы меня сейчас слышите, то вы уже и вторую смотрите. Так что всё идёт по плану. 36-й ход, быстрая скорость. Я играю за Грецию. Продолжим. Так, тут мы починили. Красители, теперь надо медь починить. Видите, вот эта единичка означает, что скаут Рима уже один уровень получил. Ну, собственно, как мой дуболом вот здесь тоже. Давайте-ка проатакуем варварских дуболомов. То они бегают, блин, разрушают нам всё эти варвары. Ещё одни варвары. Надо будет, наверное, вернуться к гопу. Я просто хочу здесь пока открыть местность, понять, куда город ставить. Наверное, вот на этот хоум. Скорее всего, тут и бананы, и камень, и молоко, и красители. Бонусный ресурс, редкий ресурс. Видите, надо почитать. Ну, то есть, я так понимаю, что отличие... Редкий ресурс — это как ресурс роскоши, а бонусный ресурс — это как обычные ресурсы, которые давали просто чего-то больше. Только что слух прошёл, мы его не посмотрели. Ну, мы можем глянуть в цивилопедии, в принципе. Редкий ресурс — это источники пищи, очков производства или культуры. Но тут есть и наука, кстати, тоже. Бананы плюс одна пища. Ага, вот видите, я не знаю, рассказал в прошлой серии или нет, можно некоторые ресурсы рабочими сразу вырубать. Вот, например, если вырубить сразу бананы, то мы получим 25 пищи сразу. Если уничтожить весь камень, то сразу плюс 25 производства. Плюс 50 золота, если краба убрать. Значит, вырубать можно только бонусные, ясно. Можно вырубать только бонусные ресурсы полностью. 325 пищи. А редкие ресурсы будут что-нибудь давать. Ну, плюс 4, плюс 6 довольствовал гвоздика. Но гвоздика, по-моему, только... Да, только надо стать сузереном Занзибара, тогда она работает. Ладно, продолжим игру. Тут у нас варвары, перебежим реку. Неизвестный игрок завершил висячих садов строительства. Флаг ему в руки, молодец. Так, пожалуй, вернемся гоплитам. Надо там контролировать. Войнам вернемся в Варгас. Контролировать поселенца все-таки. После поселенца надо еще одного гоплита построить. Ну, куда эти варвары пойдут? Вот прибегал, кстати, скаут, если вы помните в прошлой серии. Посмотрел, вернулся обратно. Ага, вон где. Ух ты, варвары мочат скаута японского. Так, я хочу вот тут обработать, конечно, пряности, но там варвары прутся. И я их боюсь. Давайте перейдем в речку, будем атаковать этих пращников. Надо вот эту местность еще засветить. Так, или на этот холм поставить, или на этот. С этого холма я, по идее, до лошадок дотянусь? Ладно, давайте тут встанем в Афинах, дождемся, когда варвары отвянут. И начнем обрабатывать здесь. Очень хорошо, что скаут сюда прибежал, подставляется под варваров. Япония использует воинов, чтобы расчистить аванпост варваров. Отлично. Так, поселенец. Так оказалось, на Килиманджаро нет вай-фай. И две недели, проведенные в Танзании, мне пришлось говорить с людьми. На Килиманджаро нет вай-фай, прифинбе. Хороший институт. Наши исследования открыли настоящее чудо природы. Отлично. Астрология продвинутая. Значит, мне надо как-то попробовать, может, рядом с Килиманджаро? Гора Килиманджаро. Престиж потрясающий. Плюс две пищи с соседним клеткам дает. То есть, сама клетка ничего не дает. Смотрите, Манчестер поэтому тут рядом и встал. Хм. Только соседним клеткам дает. Ну, в принципе, я так и останусь на этом холме, видимо. Так, пока дуболом один порт полечится. И в Афинах Коплита. Видите, построился поселенец минус к жителям. Было шесть жителей, стало пять. То есть, теперь строительство поселенца не останавливает ничего? Стрелу из лука я пустил. Не знал я, где она у... Так, давайте-ка этих прачников мочить. У Гоплиты получают бонус, когда у них рядом другие Гоплиты. Поэтому мне надо больше Гоплитов. А скаута на защиту отправим. Поселенца на всякий случай. Ну, вдвоем их будем вести. А, скаут, кстати, получил промоушен. Ну, я как раз подведу посела, а скаут следующий ход пропустит. Видите, так как я походил, то я уже промоушен не могу скауту дать. Что совершенно правильно. Так, пошли разбираться с варварами. Англия торгует с Римом. То есть они уже мир закручивали, я пропустил. Удовлетворенный и заинтересованный персонал не менее важен, чем положительный баланс. Плюс 15% представительства чудес света и античности содержание юнитов уменьшается. Ничего из этого мне не надо. Мне надо этого дуболома убить, чтобы он не разграбил мне. Хрен, наверное, не убью. Ладно, тогда прачника убьем. И еще другого флета. Так. Военная тактика продвинуть за счет чего? Что я сделал? Где эта военная тактика? Уничтожить врага при помощи копейщика. Отлично. Так, значит, вот дерево повышений скаута. Передвижение по лесам и джунглям. Не будет убирать очков перемещения, понимаете? Либо по холмам. Либо горное. Я, наверное, рейнджера возьму. Вот он вылечился и соединен с поселенцем. Так. В Варгасе построен монумент. Вот, давайте амбар построим. Так, что он, кстати, обрабатывает? Норм. И чайный пакетик. Овцы, бонусный ресурс. Давайте, может, лучше овца. Все-таки два производства и два... Две еды. Купим. Переключение между городами вот тут у нас тоже неочевидно. И, кстати, я не нашел горячие клавиши для переключения между городами. То есть, ни стрелки не работают, ни пробел, ни табуляция. Вот, табуляция не работает, пробел не работает. Стрелки просто двигают камеру. Так что надо поискать, где... 1, 2, 3 у нас это линзы. Разные переключают горячие клавиши. Так. Сейчас разграбит мне его. И пойдет, сволочь, на красители. Хотя, подождите, если он разграбит, то, наверное, ему не хватит ходов на красители пойти. Да, скорее всего. Я не верю в астрологию, потому что я стрелец. А стрельцы — большие скептики. Так, святилище могу строить. Но святилище я могу строить только вот в священном месте. Я сначала священное место построить, чтобы святилище стало доступно. Железный рудник, каменная кладка. Инженерное дело, деньги. Пастбища. Давайте верховую езду сначала. Я вот на этом холме хочу поставить город. Так. Тут у нас воин этого дуболома бочит. А тут гоплиты этого. Он следующим ходом, может быть, и пойдет на красители, но он не сможет их разграбить. Что меня радует. Блин, атака через речку. Что-то серьезно. Эээ. Блин, так мне может уже сейчас ставить город. Ты так не успею, эфига. Блин, я, наверное, сейчас поставлю город. Иначе поставит... Англичанка. Тоже быстро сообразила, куда ей расселяться. Она может прямо тут поставить. Все, ладно, я ставлю город. Сразу следую. И сразу ее обрабатывать будем. Прям имгненно. Так. Разведчикам пойдем на помощь. Блин, а че так как-то... Ладно, постоим в защите. Рабочего выведем на пряности. И этого в защиту пока поставим. Ну, конечно. Нет, мой народ будет жить там, где захочется. Офигели меня ограничивать... В... В расселении. Так, раненого сюда выведем. Иначе я не смогу атаковать просто этого дуболома. Дуболома. Короче. Сдохни. Так, тут построил плантацию. Отличненько. Так, тут все правильно обрабатывается. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Пока все правильно. Построим тут, наверное, сейчас шахту. Так, еще одного поселенца. Такого дуболома сюда лечимся. Скаутом. Переходим сюда. Надо исследовать местность. Куда-нибудь здесь буду ставить город. На берегу, наверное. Тут лагерь варваров, кстати. Так, юнит готов к повышению следующим ходом. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. 2GIS, если быть точным. Рим расширяется, еще один раз. Мы Филипе, рей из Испании и Португалии. Но, прежде всего, мы довольны к единственной и настоящей религией. Красивые испанцы. Мне испанские нравятся. Не желаете ли посидеть наш город, это значит, что мы показываем ему нашу столицу. Соответственно, он... Нет, он нам нифига не показывает. Вот иногда бывало... Я пока не... Сейчас еще не очень соображаю, как это... От чего это зависит. Но иногда нам сразу показывают столицу. Может, если отправить... Ну, вот в Японию я же отправил, да? Посланников. Мне столицу не показало. Ну, давайте я в Испанию тоже отправлю сразу. До свидос. Так. Копейщика прокачаем. Против кавалерии плюс пять. Либо к боевой мощи против юнитов ближнего боя. Ну, вот нафига мне сейчас кавалерии? Эти все пока лечиться оставляем. Скаут бежит исследовать местность. Куда нам тут лучше поставить город? Ну, вот где-то тут на берегу, наверное, поставлю. Или вообще вот тут. Вот тут, наверное. Тут и камень, и чайные пакетики. И прочее, прочее. Так. Давайте-ка на меди сделаем шахту. Рим торгует с Англией. Кстати, мне надо еще пару караванов. Но я еще не нашел город-государство. Куда мне караваны между собой, что ли, отправлять? Наверное, на защиту надо отправить. Так. Тоже пока полечиться. Вот сейчас я не буду тратить... Ну, в смысле... Видите, стоимость перемещения 2. Но так как у меня промоушен у скаута взят на леса, то я уже пробегаю одним очком перемещения по этому лесу. Вот так тут действует эта система с очками перемещения. Так, не понял. А, вот. Видите, я могу как бы медь вырубить. Вот, но собрать ресурсы. И мне сразу 113 золота дастся. Но медь уничтожится. По-моему, лучше медь оставить. Потому что медь дает... Что, наверное, золото дает, по-моему, да? Я еще построил... Ну, то есть... Грубо говоря... Нет, давайте глянем. Я прям даже интересно. Как вот высчитывать, что лучше? Собрать этот ресурс или... Построить там шахту, например? Ресурсы. Вот у нас медь. Плюс 2 золота. То есть... Мне сейчас предлагали 113 собрать. Я эти 113 получу в течение 67 ходов. Правильно? Ну, примерно там. 113, 160... Меньше даже. Вполне возможно, стоило и собрать ресурс. С другой стороны, у меня денег дофига. Зачем мне... Вот прямо сейчас он не нужен же. Так, пойдем разбираться с этим вот лагерем. А вот, кстати, утесы. То есть, вот видите, на эти клетки... Вот это холм рядом с морем. Когда холм рядом с морем, то тут утесы. То есть, вот тут с моря не высадится на него. Видите, тут мигают иконки, кто когда ходит. Так, пошли дальше. Местность исследовать. Вон еще один лагерь, тоже надо с ним разбираться. Так, пока полечится юнит. Так, а что на болотах? Есть какой-то минус? Модификатор обороны минус 2. Видите, на болото лучше не становиться. Так, сейчас появится поселенец. Поведу его вместе с гоплетом. Подождите-ка. Что у нас в Аргасе построилось? Амбар построился. Что нам теперь строить? Верно строителя. Что Аргас обрабатывает? Давайте-ка мы тут на еду переключимся. 4, 5. А так будет 3, 7. Но потом включатся эти... Слоны. Так, что нам еще обработать? Чайный пакетик. Пойду-ка я рис обработаю. Так, поселенец. Появилась возможность перейти на новую, более эффективную... Сейчас перейдем. Вот появились новые правительства. Пока только вождизм был. Теперь у нас олигархия, автократия, античная республика. Олигархия, видите, такая сбалансированная. При этом еще наземные юниты ближнего боя получают плюс 4. Плюс 20% боевой опыт. Автократия больше, конечно, по идее, к армии, но при этом плюс 1 ко всей продукции и плюс 10% к строительству чудес. И, наконец, античная республика, это больше такое на развитие. Но я сейчас, в принципе, наверное, давайте античную республику возьмем. С другой стороны, у меня сейчас вот используется плюс 5 к боевой мощи юнита против варваров. О, я сейчас не смогу это выбрать, потому что в античной республике нету карточек войны. Но я возьму античную республику все равно. О, так. Оставим вот при строительстве, при создании строителей 30% и поселенцев 50%. Теперь у нас увеличение... Первый посол, отправленный вами в город государства, дает двойной эффект. Вот его давайте выберем, потому что я еще ни один город государства не нашел, а у меня уже один посол есть. Так я его когда найду, у меня сразу как бы два посла будет, грубо говоря. И, наконец, любые эффекты. Давайте два очка пророка, попробуем религию получить. И уменьшение стоимости покупки клеток не надо. Вера и золото в столице. Производство во всех городах, может быть, может быть. Я, конечно, могу военную, потому что это способность Греции любой сюда класть, но... Не знаю. Плюс 100% производства при создании морских юнитов. Плюс 100% при создании юнитов тяжелой легкой кавалерии. Плюс 50% производства при подготовке юнитов ближнего и дальнего боя древнего мира. Знаете, давайте я вот возьму Агога, чтобы гоплетов поднастроить. То есть сейчас буду поселенец, рабочий, гоплет. Вот примерно так делать. И что мы следующее изучаем? У меня есть игры и развлечения и драмы и поэзия. Но вот тут Акрополь уникальный греческий район, поэтому открою его. Так, посел построен. Давайте гоплет. И посела присоединяем к гоплету. Следующим ходом будем в речку переходить. Так. Я хочу разобраться тут с варварами вот этими. Тут пускай они около Спарты бегают, не особо они мне тут мешают. Так, кофейный щас надо нарост включить. Правительство Рима сменилось на автомрачие. Испания основала новую религию. Вот и первая религия пошла. Католицизм. Откроем окно великих людей. Давайте глянем, кто там еще набирает. У меня пока ноль очков на Пророка. Вот неизвестный игрок скоро второй будет. Слушайте, у Испании довольно много очков идет на Пророка. Что он уже одну основал религию? Это у него уже на второго накапливается. У него там священные места видимо построил. Ну вот, давайте глянем, что нам пишет при атаке. У меня плюс 2 бонус за атаку с флангов и плюс 10 к боевой мощи, потому что рядом другой гоплет. То есть как минимум двумя гоплетами надо в любом случае атаковать. Так, афины, рост. Вот сейчас мы вот так сделаем, вот так. Тут подключаем замочки. Ага, значит он предлагает. Так, а если я куплю эту клетку? О! Пускай так будет. Три хода рост, один ход гоплет. Здесь у нас Аргас сейчас вырастет. И тут Спарта. Давайте-ка бананы тут купим. О! Семь ходов. Семь ходов. Рост. А что так как-то мало? Семь ходов. Подождите. Нету? А, вот. Рост населения замедлился. Нету жилья. А какие... Какие, какие, какие здания я могу построить на жилье? Ну ладно, сначала тут надо монумент в любом случае. Англия лиц основал, интересно где. Но я ей тут не дал поставить. Она, как же, в другое место пошла. Вот тут, видимо. Стоунхенш построен. Блин, прачники появились. Не очень хорошо. Блин, дуболом еще. Так, всану тут в защиту пока. Все, тут с лагерем разобрались. Слушайте, тут два этих рака. Может поставить вот прям где были... Блин, я сейчас просто мыслю категориями 5 и Цилы. Я все время забываю, что я же могу еще районы строить. Какие-то. Хм... Вообще может вот тут поставить. Тут один город, а еще один город тут где-нибудь. Да, так, наверное, и сделаем. Так, гоплин готов. Строители. Так, подождем этот ход. О! Ну вот, смотрите, идет. Торговцы, видите, прокладывают дорогу сразу. Неужели... Вот, по-моему, сразу могут грабить варвары. Владыка, мы начинаем привлекать великих... Человек верхом на лошади морально и физически. Чем больше мы строим специализированных районов... Да, да, да. Про специализированные районы я в курсе. Надо, конечно, построить. Ну вот, видите, разграблен караван, который ко мне вроде бегал и дорогу вел. А почему тут стоимость перемещения 2? Потому что болото, ясно. Лечимся пока. Тут в защите стоим. Или отступить? Ладно, отступлю. А то, блин, сразу 2 юнита атакуют как-то не очень. Так, что мне дальше исследовать? Давайте вот построить город на побережье. Вот как раз... Нет. Постройте каменоломню. Создайте торговый путь. Так, давайте каменоломню пару ходов, потом переключимся. И после рабочего я торговый путь построю. Испанский прокачанный скаут. Оракул построили. Так. Противинитов ближнего боя плюс 10. Этот город ставим тут. Вот и мореходство продвинулось. Собственно, на него и переключимся. Потому что мне рыбацкое судно и галера будут нужны. И здесь пока монумент. Вот. А обрабатываем, обрабатываем. Да, вот так и обрабатываем. Что у нас с другими городами? Афины выросли. Давайте лучше... Вот этот холм. 5 ходов роста. Аргос. Аргос. Аргос растет. А если на еду переключить? Ну, пускай так лучше, да. 7 ходов до роста. Так, тут лимит жилья достигнут. Но все равно пока растет. Дуболом. Поставим защиту. Ферма построена. Все. Тут рабочий закончился. Будем сейчас с варварами разбираться. До сих пор ни одного города-государства не найдено. Нанжи Вахинодену Готоку. Ой, спасибо. 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 Ослепительную и могущественную. На этом я пока закончу вторую серию. Спасибо, что досмотрели эту серию до конца. Сейчас ее поставлю сразу рендериться и записываться на канал, чтобы вы быстрее ее могли посмотреть. И, думаю, третью тоже как можно быстрее я выпущу. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алеша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.